Всем привет! Сегодня будем учиться, как вывести закваску. Это видео, которое я вам обещала. Вот я в преддверии вот его сейчас стою, снимаю, понимаю, что снимать я его буду недели полторы, потому что закваска выводится не за один день. Но это очень классный вариант приготовить закваску самому, тогда не нужно нигде искать, а раз-два, если что, вы приготовите сами. Мы будем с вами выводить пшеничную закваску. Но если выводить сразу из пшеничной муки, то у меня не вышло. Я попробовала, там нужно выдерживать четкую температуру, ну, в общем, очень сильно долго с ней играться. Поэтому я научилась готовить закваску из ржаной муки. Из ржаной выводится пшеничная, это легко. Закваска шикарно получается, точно у вас выйдет с первого раза, гарантированно, точно получится. Итак, начинаем. Значит, что нужно? Первое, нужно баночки какие-то, любые. Я рекомендую брать литровые банки, вообще потом, для хранения. Они есть с крышками вот такими вот винтовыми, сейчас не только с такими пластиковыми. У меня вот такая стеклянная баночка, которая накрывается стеклянной крышечкой, такое тоже подойдет. Или на банке можно пошить вот такие вот штуки. Это обычная хэбэшная ткань или льняная ткань с резиночкой сверху и накрывается. Тогда никакие пленки, салфетки не нужны. Выглядит красиво, мне нравятся такие вещи всякие, типа бабушкины. Поэтому рекомендую вот с такими штуками даже растаивать, закваску там уже на хлеб. Я делаю именно вот такими шапочками. Ничего сложного, ее можно пошить самому. Получается просто муа. Еще как вариант, чтобы не шить, знаете, что взять? Возьмите платочек, обычный платочек, только новый. Ну, который носовой платочек, просто новый. Постирайте обязательно, чтобы он был мягенький. И потом берете платочек и накрываете обычной вот так вот резиночкой тоже, вместо таких штук, кто не хочет шить. Ну, в общем, тут каждый как кто на что гораст. Единственный момент, я пробовала делать салфетками накрывать. Но тогда все равно на закваске появляется корочка. А когда ткань, получается шикарно. Итак, долго говорю, но всякие нюансы рассказываю, чтобы точно вышло. Закваска будет стоять просто в кухне на столе. Ее не надо никуда убирать и не надо никаким образом ее греть. Итак, начинаем. Берем чистую банку. Помойте ее. И обычно банки, которые я использую для заквасок, я не мою моющим. Просто водой и чистой тряпкой или чистой губкой. Если банка у вас в предыдущем, она где-то была в использовании, обдайте ее кипятком, чтобы точно было все чистенько. Итак, нужно два продукта. Только мука и вода, и больше ничего. Воду не берите фильтрованную. Нужно брать, ну, как бы живую воду. Поэтому можно взять с колодца, с родника, ну, или вот так, из-под крана, чтобы все умерло, там не нужно. А все живое осталось. На фильтрованной воде, ну, не получаются закваски. Ну, потому что непонятно, как это все фильтруется, насколько там много всех бактерий убивается. В общем, закваски на фильтрованной воде не выходят. Итак, банку берем, включаем весы. Вот тут важно, нужны весы, по-любому не получится на глаз. Не делайте на глаз, нужны весы. Итак, баночка. Наливаем сюда 50 мл воды комнатной температуры. Так, обнуляем и добавляем 50 г муки. Муку я покупаю ржаную. Сейчас расскажу принцип ржаной муки, какую покупать. Тут тоже есть тонкости. И перемешиваем. Перемешать нужно очень хорошо. Прям потрудитесь ее хорошенечко смешать. Ржаная мука, она отличается от пшеничной. Она, ну, такая, ну, грубее, как бы, да, совершенно другое зерно. Получается такая зернистая субстанция. Я накрываю вот так вот стеклянной крышечкой. И просто ставлю в кухне на столе, ничем не накрывая ее. В шкафчик так, в темное место, ну, я не ставлю. Я делаю вот так в кухне на столе, у меня все выходит. Но если у вас прямо солнечная сторона, и так хорошо вам светит солнышко в окно, уберите в шкаф. Итак, по поводу муки. Ржаная мука, она разная. Нескольких видов она продается. Значит, точно так же, как в пшеничной муке, есть обычная пшеничная мука, а есть грубого помола. Полу, ну, как бы, как это, полугрубая, да, полугрубая мука. Она из цельного зерна, грубого помола. Точно так же и ржаной. Есть гладкая, а есть полуцельнозерновая. Вот нужна гладкая, для заквасок не нужна, как бы, цельнозерновая мука, нужна гладкая. Когда вы уже будете печь хлеб, там уже будете фантазировать, добавлять такую-сякую, какую хотите, это поговорим потом в хлебе. А на закваску берите вот обычную, нет цельнозерновую, а гладкую, ржаную муку. Еще, когда будете покупать муку, не берите самую дешевую муку, которую вы только найдете. Значит, желательно купите муку крафтовых производств. Что это значит? Небольшое производство там, где производится там на полмира. А там, где небольшая компания делает муку. Тогда качество этой муки будет лучше. Они, как бы, хотят, чтобы их не муку покупали, они вот изощряются с качеством совсем. И там у вас будет точно хорошее зерно, хорошие обработки, у вас получатся закваски, они хорошо вырастут. Ну, это такой нюансик. Если вдруг у вас почему-то не будет бродить вообще, ну вдруг, замените просто муку. Это первое, что нужно сделать, когда ничего не получается, заменить муку на совсем другую. Но я уверена, что у вас получится, и вы сразу с легкой руки купите правильную. Ставим в кухне на столе на одни сутки и вернемся к ней через сутки. Вот так ничего не делаем, просто раз в день будем к ней подходить. Итак, на следующий день, смотрите, собственно, ничего в баночке, собственно, такого не произошло на вид, да? Теперь сюда добавляем 25 мл воды, просто комнатной температуры. Прямо сюда ничего не убираем. Теперь перемешиваем закваску вместе с водой. Вот так. Все хорошенько помешали. Обнуляем. И теперь даем 25 грамм муки. Вот так. Теперь перемешиваем вместе с мукой. Это день 2. Точно так же накрываем крышкой, оставляем в кухне на столе и ждем следующего дня. Нам понадобится несколько дней, чтобы это все хорошенько забродило. Смотрите, как закваска начала бродить. Сегодня у меня третий день, сейчас будем кормить. Значит, мне понадобится из этой нормы взять только 50 грамм. Остальная закваска, ну, как бы она еще и не готова, собственно, ее надо выкинуть. Итак, берем емкость, обнуляем и берем 50 грамм из всего, что у нас получилось. Смотрите, какая она внутри пористая уже, видите? Класс! В общем, все получается. Видите, когда второй раз покормили, уже она начинает бродить. Итак, берем 50 грамм закваски. В нее добавляем 25 миллилитров воды комнатной температуры. Точненько я отмеряю, на глазок здесь не выйдет. Сначала перемешиваем вот так вот с водой. Видите, она даже уже начинает с водой смешиваться, как закваска. Надо немножко потрудиться, чтобы вмешать ее. И добавляем 25 грамм муки. Обнуляем и добавляем. Всю эту граммовку по дням я оставлю под видео, чтобы было легче. Так, все. Перемешиваем. Все, что осталось в банке, помойте, выкиньте. И переложим эту закваску обратно в банку. И оставим до следующего дня. Значит, когда вот так вот перемешиваем, нужно перемешать очень хорошо, чтобы не осталось видимой муки. Прямо вот так вот до однородной массы вот так вот все перемешали. Все. Это моем, перекладываем и ждем следующего дня. Сегодня у нас четвертый день. Посмотрите, какие пузырьки. Она очень хорошо подымается. Давайте теперь опять заправлять. Итак, делаем то же самое. Берем 50 грамм закваски. Я поставила здесь емкость. Обнуляем. Берем только 50 грамм. Остальное нам не понадобится. Сюда доливаем 25 миллилитров воды. Комнатной температуры, как и в прошлый раз. И сюда же добавляем 25 грамм муки. Теперь все хорошенько перемешиваем до однородности. Опять перекладываем в баночку и еще ждем один день. Сегодня пятый день. Посмотрите, какая закваска пузырчатая. Уже очень красивая. Появился такой определенный запах. Кисленький. Это вот так и должно быть. Видите, она сверху у меня сухая. Если у вас отделяется жидкость сверху, это тоже неплохо. Просто перемешали и делаем дальше. Итак, пятый день, пятый раз мы то же самое делаем. Берем 50 грамм закваски. Добавляем 25 миллилитров воды комнатной температуры. Перемешиваем. Смотрите, закваска уже начинает смешиваться в воде. Не так уже и просто. Уже видно, что она начинает уже немножко плавать. Это значит, что она уже практически готова. Так, обнуляем. И добавляем 25 грамм муки. И замешиваем. Перекладываем опять в баночку. И еще на день отставляем. Осталось два дня. Накрываем. Все. Оставляем до завтрашнего дня. Посмотрим, что будет на шестой день. Сегодня уже шестой раз мы будем кормить нашу закваску. Она готова. Она поднялась шапочкой. Вот я хочу, чтобы вы посмотрели. Видите, видно немного полсантиметра, как она начала падать. Это она доходит до пика, а потом падает. Так оно и есть. Уже закваска наша готова. Еще сегодня раз покормим. И завтра уже можно начинать печь из нее хлеб. Но мы будем выводить с ржаной, будем выводить пшеничную. Итак, кормим еще сегодня шестой раз. Тоже обнуляем весы и 50 грамм закваски отправляем в емкость. Добавляем 25 миллилитров воды комнатной температуры. Ой, это что-то многовато. Нужно 25. Ну, 26 не страшно, но лучше 25. Перемешиваем. Уже, собственно, готова закваска. За 5 дней она хорошо готовится всегда. Значит, если у вас отделяется водичка, как я сказала, не страшно, просто перемешайте. Чего не должно быть, это не должно быть ничего черного, к такой черной плесени не должно быть. Она должна быть чистенькая, красивенькая, пузыристая и такая кисловатый запах иметь. Так, и 25 грамм муки. Так, и все перемешиваем. Очень не сложно, так просто, просто в домашних условиях, при комнатной температуре, буквально за 6 дней, мы вырастили с вами в такую живую культуру закваску. На ржаной закваске тоже можно печь хлеб. Я пеку темные хлеба на такой закваске. Если хотите рецепт именно на ржаной закваске ржаного хлеба, напишите, я буду знать, готовить или нет. Это тоже очень полезные темные хлеба, они полезнее, чем светлая белая мука. Вот, поэтому напишите, я буду знать, снимать для вас или нет. Так, все хорошенько перемешали и перекладываем обратно в баночку. Итак, сегодня у нас уже седьмой день, как мы сделали эту закваску. Посмотрите, какая она пузырчатая. По-хорошему, уже на пятый день она была хорошо готовая, и уже можно было на пятый день из нее печь хлеб. Так, мы сделаем пшеничную закваску, потому что я пеку в основном дома, хлеб на пшеничной закваске моим больше нравится. Итак, что же мы будем делать? Для этого я возьму 50 грамм ржаной закваски, остальную уберу и использовать не буду. Закваска очень вот такая пузырчатая, она имеет характерный запах, такой аромат интересный. Так, теперь сюда 50 грамм закваски, добавляем 30 миллилитров водички. Так, четко обнуляем и добавляем пшеничную муку. Теперь будем выводить пшеничную закваску, нужна пшеничная мука. Значит, если вы хотите, кстати, выводить не из пшеничной муки, а из цельнозерновой, пожалуйста, вы можете пшеничную заменять на цельнозерновую, на какую хотите. Теперь делаем из пшеничной. Хотите, берите грубую, хотите, берите цельнозерновую, хотите такую, любую. Значит, выберите качественную, хорошую муку. 30 грамм добавляем муки и хорошенько перемешиваем. Когда хорошенько перемешали, опять отправляем в баночку, оставляем в кухне на столе на ночь, ну, на целый день. Завтра будем кормить второй раз, точно так же, как мы делали с ржаной мукой. Итак, смотрите, накрываем, оставляем в кухне на столе и будем ждать, что у нас выйдет. Закваска, которая на такой легкой муке, как пшеничная, потому что ржаная более тяжелая, она вообще так растет вверх, хорошо такая пузырчатая, ну, потому что мука немножко другая. Так, ждем. Закваска на второй день. Значит, на пшеничце закваска поднимается хорошим такой шапочкой и за несколько часов падает. Вот на утро следующего дня выглядит она вот так, видно, что в сантиметр-полтора вниз упала. Так и должно быть. Вода у меня не отделяется, она такая красивенькая, видите, пузырчатая вся. Она хорошо пахнет, еще цвет у нее, конечно, такой, как ржаной. Кормим по такому принципу. Всю закваску, ничего сейчас не отбираем, добавляем 30 мл воды комнатной температуры. И хорошенько перемешиваем. И добавляем 50 грамм муки сюда. Пшеничной, не забудьте. Или пшеничной, сцельнозерновой, например. Вы можете выводить закваску с ржаной муки, а потом выводить любую другую на основе уже ржаной. Хорошенько перемешиваем и еще на день отставляем. Закваску хорошенько перемешайте, прямо чтобы она хорошенько так соединилась. Все, ждем еще день. Итак, посмотрите, как за ночь выросла у меня закваска. Ну, во-первых, смотрите, как она хорошо поднялась. Видно, что она на сантиметры вот здесь упала, но все равно, смотрите, как ее много. Она вся пузырчатая. Так, осталось покормить ее несколько дней, чтобы, в принципе, можно было готовить на ней хлеб. Ну, на ней уже можно хлеб готовить, просто она не полностью еще пшеничная, а на половину ржаная. Итак, что надо сделать? Смотрите, как она внутри. Что надо сделать? Берем 20 грамм закваски. Я делаю в отдельной емкости, чтобы лучше мешать. Итак, 20 грамм взвешиваем. Значит, почему нужно взять 20 грамм, чтобы она не кислила? Возьмете больше, будет чуть-чуть кислить, а надо 20. Так, еще чуть-чуть отберем. Так, значит, смотрите, 20 грамм. Теперь доливаем сюда 50 воды комнатной температуры. Так, ну вот почти глаз алмаз. Теперь все хорошенечко смешиваем вот так. Так, уже закваска, собственно, пригодна для хлеба. Я пекла на такой, но мы же хотим чисто пшеничную, поэтому. Опять обнуляем и берем пшеничную муку. Добавляем 50 грамм пшеничной муки. Так, значит, смотрите, 50 грамм. И все хорошенечко смешиваем. Вот так. Моем баночку, отправляем еще на день. Еще осталось пару раз покормить, и у вас будет чистая, 100% закваска на пшеничной муке. Смотрите, какая она уже классная выглядит. Я очень люблю закваску, прям очень. Ну что, наша закваска готова. Значит, смотрите, она вся очень запузырилась. Если вы видите, вот видите, сантиметр она вот тут выше была и опала за целый день. Так быть должно. В принципе, на ней уже можно готовить хлеб. Я так делать и буду. Можете оставить ее в кухне на столе и кормить вот по такому же принципу. 20 грамм закваски, 50 грамм воды, 50 грамм муки. Значит, готовить хлеб нужно, когда закваска на самом пике. Я покажу. Я сейчас покормлю и покажу, какая она должна быть вот такая высоченная. Итак, смотрите, я покормила заквасочку. Сейчас поставлю ее, она поднимется, я покажу ее к вам. На пике, это обычно 4 часа проходит. Как вы покормили, через 4 часа можете печь хлеб. Всегда нужно печь хлеб, когда закваска вот на пике. Не из холодильника, а вот так вот, прям вот. Уп, такая она будет мощненькая. Итак, здесь у меня двойная порция я сделала. Если на одну порцию 20 грамм нужно закваски, то я взяла 40 грамм закваски, 100 грамм воды и 100 грамм муки. И у меня больше будет, чтобы у меня получилась буханка хлеба. И еще осталось, может быть, я блинчики захочу сделать. Ну, вот я так всегда делаю. Это я вам хочу показать. Я тут сделала 3 нормы, потому что я завтра хочу печь хлеб. Я хочу, чтобы она хорошенько выросла. Но я вам скажу, на 3 нормы она прям будет у меня вот так вот вылазить из баночки. Покажу вам, как получится. И это ржаная закваска. Значит, все пропорции, как кормить, как это, я оставлю под видео, чтобы у вас было наглядненько, чтобы вы не видео проматывали, а просто у вас там было, запишите себе в записничок. Итак, ржаная закваска для хранения, для оживления, если вы ее на месяц забыли в холодильнике, 10 грамм закваски, 50 воды, 50 грамм муки. Если вы печете хлеб, то 50 грамм закваски, 50 воды, 50 муки. Ну, все. Пропорции чуть-чуть разные. Цельнозерновая мука пшеничная, все по пропорции пшеничной муки. Ну, вот так. Еще есть разные виды заквасок. Гречневая, как безглютеновая. Овсяновая, овсяная. Точнее, гречневая. Овсяная. Овсяная, безглютеновая. Еще есть левитамадре. Она более такая упругая для выпечки кроссанов. Там, знаете, ну, вот такое вот, когда тесто должно быть более-более такое воздушное, воздушной сдобы. И даже куличи пекутся на левитамадре. Ну, дома сейчас у меня ее нет, я не готовила. Но уже туда к пасхальным праздникам буду смотреть. Научитесь сначала на этой. Ну, в общем, вот такие премудрости закваски. Я вам рассказала, как я делаю. Еще сейчас вставлю два кадра. Как подойдет вот это на пике через 4 часа. И как подойдет вот это через 4-6 часов. Тут три нормы. Хочу много хлеба. И такой, и такой, и такой. Ну, а это, чтобы вам показать. Через 4 часа закваска выглядит вот так. Смотрите, какая она классная получилась. Здесь две нормы. Получится сделать два хлебушка. И здесь, смотрите, на три нормы. Она уже сейчас начнет у меня выбегать из краев. Я уже начну сейчас делать хлеб. А это ржаная закваска. Вот посмотрите на дно. Она начала пузыриться. Еще есть стоять несколько часов, чтобы она очень хорошо запузырилась. Этот хлеб буду делать завтра уже. Пусть стоит всю ночь закваска. А этот сейчас буду начинать. Ну, в общем, вот такая классная она получается. Вот такая она пузырчатая. Такая она живая. И вот она сейчас как раз на пике. И как раз время замешивать хлебец. Ну, в общем, пишите свои комментарии. Пишите свои вопросы. Буду отвечать. Я уверена, у вас все получится. Ну, в общем, все. Храните ее в стеклянных баночках. Я знаю, что некоторые девчата ее хранят в пластиковых судочках. Так тоже можно. Ну, как бы пластик. Не знаю. Стекло мне больше нравится. Ну, в общем, все. Кормлю всегда по одному принципу. Что я в хлеб делаю? Что буду в холодильнике хранить? 20 грамм закваски, 50 грамм воды, 50 грамм муки, цельнозерновой или пшеничной первого сорта, любой какой хотите. Ну, а если вы будете готовить ржаной хлеб, то ржаная закваска у вас есть. Там я кормлю по-другому, как я показывала. Ржаную закваску для того, чтобы ее хранить, нужно кормить 10 грамм закваски, 50 грамм воды, 50 грамм муки. Ну, чуть-чуть меньше. А если вы печете хлеб, тогда 50 грамм закваски, 50 грамм воды, 50 грамм муки. Как бы в равных пропорциях. Пишите. Буду отвечать. Пробуйте, экспериментируйте. Пеките не только хлеб, булочки, всякие разные сдобные пироги и блины. Ну, все. Вот такой был рецепт. Ставьте лайки, делитесь этим видео. Целую, люблю, бывает и пока.